Привет, как дела? Сегодня я продолжаю серию рассказов о бизнес-выставках, которые ежегодно проходят в Лондоне, в выставочном центре Кенсингтон Олимпия. И сегодня рассказ про той фе, то есть ярмарку игрушек, которая обычно проходит в 20-х числах января, но в этом году, к сожалению, она не состоится. Ну а сегодня я расскажу, что же я видела на этой выставке и какие игрушки там встречаются. Впервые я попала туда в 2012 году, опять же таки по заданию моего московского агентства Мейн Пипл. Пошла туда просто снимать игрушки, помню, нащёлкала около 500 кадров, отправила им всё это, они там выбрали что-то для репортажа и как бы на этом всё. Потом я также ходила, уже снимала для других агентств. В 2013 году я начала делать свои какие-то репортажи на русском языке для YouTube-канала, но потом, так как у меня не было времени писать и наговаривать текст по-русски, я просто ставила подложкой музыку и показывала, какие происходят мероприятия в Лондоне на канале Лонд-Айленд. Так как у меня есть один репортаж с этой выставки, в 2013 году я успела сделать на русском языке, я вам показываю его сейчас. Тысячи новинок ежегодно выставляются на самой большой британской ярмарке игрушек в выставочном центре Олимпия. Этот год считается юбилейным, 60-м по счёту. Широкий спектр детского мира представлен на экспозиции Той Фея. Конструктор Лего, из которого собраны огромные монстры и трансформеры, настольные игры для интеллектуалов, куклы и мягкие игрушки для девочек, самокаты и скейтборды для мальчиков, а также управляемые пультом машинки и вертолёты для взрослых мужчин. Технологии развиваются стремительными темпами и теперь спортивные автомобили, пароходы и вертолёты легки в управлении при помощи таких гаджетов, как iPhone и iPad. Для девочек, будущих хозяек, разработаны целые столовые в уменьшенных размерах, раковины, плиты и холодильники – всё подвластно детям, стремящимся к кулинарному искусству. В отделе Star Galaxy порадовала сувенирная коллекция главных героев в современных фильмах, таких как Фредди Крюгер и Пятница 13, Звёздные войны, Гоблины, Хоббиты и Скелеты – каждый персонаж заслуживает отдельного внимания. На данной выставке игрушек можно наладить связи по бизнесу, обсудить особенности того или иного продукта, узнать историю его создания, а также заключить контракт с производителем. Вообще, эта бизнес-выставка считается трейд-выставкой, это не выставка продажа игрушек. Это налаживание бизнеса, это партнёрские договоры, контракты с производителями, с поставщиками, с разработчиками технологий и так далее. То есть детей на эту выставку не пускают, но туда может попасть абсолютно каждый, зарегистрировавшись на сайте выставочного центра «Кенсингтон Олимпия». Единственное, дети, которые туда допускаются, это дети, которые снимаются на телевидении той ФЭЭ, то есть у них есть даже своё телевидение. Выставка проходит в течение трёх дней, и каждый день эти дети приходят как на работу, разбирают какие-то новые игрушки и делают своё какое-то заключение. Нравится им это, не нравится. В общем, играются с игрушками, а в это время их снимает камера и идёт какой-то репортаж конкретно о той или иной игрушке. Какие игрушки там можно найти? Абсолютно любые. От настольных до каких-то спортивных и развивающих. Можно что-то рисовать, что-то клеить, что-то создавать. Можно играть с игрушками, которые называются ферма, допустим, как доить коров там. В общем, очень много всяких фигурок представлено. Целые дома такие огромные создаются для детей. Мне очень понравилось, и я каждую выставку посещала этот отдел. Селиван Фэмили, по-моему, называется. В общем, там целый тоже дом таких маленьких зайчиков. И каждый зайчик чем-то занимается. То там пироги печёт, какие-то тортики создаёт, то там цветочки сажает, то гуляет по городу. Впоследствии, кроме зайчиков, появились ещё и собачки, и кошечки, и белочки, и лисички. В общем, я просто зависала над этими домами. Всё это пыталась снимать. И также вот просто рассматривала. Очень красивое, огромное производство вот такой вот сказочной игры. Ну, наверное, для девочек. Да, для девочек там есть тоже такие огромные кухни прямо с натуральными... Ну, практически в натуральную величину. В натуральную величину ребёнка. Плита, холодильник там, что-то, раковина. Всё это можно делать, резать. В общем, интересно играть детям. Туда приходят, конечно, аккредитованные какие-то личности с детьми. Можно что-то поснимать, как ребёнок увлекательно играет там в какие-то куколки, в какие-то мягкие игрушки. Но вот обычных детей, которые не звёздные, не журналистки, туда, к сожалению, не пускают. Так как это бизнес-выставка, дети там not allowed. Кроме того, есть всякие монополии, какие-то там путешествия по Лондону, такие настольные игры, карты мира, какие-то Гарри Поттеры, Шерлок Холмсы. В общем, с карточками, с фишками какие-то вопросы задают. Куда ты идёшь, что-то там решаешь. В общем, квесты такие. Помимо этого, огромное количество мягких игрушек. Hello Kitty, Teddy Bear, Paddington Bear, Медведь. Различные куклы от очень-очень маленьких пупсов, да, огромных таких размеров каких-то принцесс. Очень увлекательно и интересно всё это рассматривать. Я ходила, рассматривала, фотографировала то, что мне понравилось. И вот вам показываю. Также меня удивило то, что для маленьких детей созданы такие маленькие сказочные компьютеры. От Disney, от Teddy Bear, от Hello Kitty. Там прямо открываешь такой лаптоп, то есть, как это у нас, ноутбук. И там такое всё оформлено в сказочном виде. И маленький экранчик. Уж не знаю, что там происходит. Что-то можно печатать, что-то можно рисовать. Но для детей такое. Не техническое, а развивающее, опять же-таки. Кроме того, в один год было представлено огромное количество разнообразных шахмат. От рыцарских, каких-то королевских, до Шерлока Холмса и Хоббита. Да, кстати, очень популярными считаются все игрушки, которые связаны с современными кинофильмами. Гарри Поттер, Шерлок Холмс, Хоббит, Звёздные войны. Огромное количество различных игрушек представлено на этой выставке. А также различные статуэтки. То есть, можно даже купить это больше даже для взрослых, которые до сих пор увлекаются вот такими фильмами. Куда-то поставить на какую-то полку, чтобы вот такие игрушки были в доме, на работе. Ну, где людям приятно иметь напоминание о том или ином фильме, фанатами которого они являются. Помимо этого, огромное количество разнообразных научно-технических игрушек. Даже там какие-то перформансы бывают. Вот помню, один дядечка был какой-то, типа фокусник или химик, что-то там с чем-то смешивал какую-то, делал там игрушку из жидкостей. И показал мне, что у него получилось то ли мыло, то ли что-то такое. Знаете, такие лизуные игрушки. Вот, может быть, такую игрушку он создавал из каких-то жидкостей. В общем, да, это всё увлекательно, занимательно. И можно часами ходить по этой выставке, всё это узнавать. И я вот, когда ходила уже в последние годы на ней, я, кстати, была и в 2018, и в 2019 году, я просто там зависала, потому что уже английский язык знала. И всё, что они рассказывали, было так интересно. Например, был представлен робот Мекана. Это был первый робот, который интерактировал, то есть как-то общался с ребёнком. Он мог танцевать, он мог повторять какие-то звуки, какие-то фразы за ребёнком. Он мог с ним, там, я не знаю, играть в ладоши или ещё что-то. В общем, достаточно интересные такие технологии. И всё это показывается и рассказывается на выставке. Всё, что новое. Ну, выставка, бизнес-выставка, она всегда рассказывает о новинках в бизнесе. Поэтому, да, вот на такие бизнес-выставках, они называются трейд-выставки, я очень часто ходила, различные бизнесы, все абсолютно меня интересуют. Всё, что новое, всё, что на рынке происходит нового, это, конечно, увлекательно. И всегда можно и на каких-то выставках еды попробовать какие-то новые пироженки, мороженки. Я как-то один раз пробовала мороженое из кефира. Тоже потом как-нибудь расскажу. Ice cream dumplings, то есть мороженое в виде пельменей. Очень многое удивительного происходит на, допустим, выставках еды. Кроме того, там выставки косметики, выставки каких-то современных технологий, гаджетов и так далее. Всё это я посещала, обо всём постепенно вам рассказываю. Если вас всё это интересует, не забудьте подписаться на мой канал и ищите в плейлистах те темы, которые вас интересуют. Я рассказываю об огромном количестве мероприятий, которые происходят в Лондоне, а также о различных городах Великобритании и о жизни в Лондоне. Это такая небольшая информация для моих новых зрителей. Одним из самых загадочных и секретных стендов является стенд Lego. Это всем известный конструктор, на основе которого создаются огромные скульптуры кого-либо, чего-либо и так далее. Он всегда закрыт даже для прессы. Туда аккредитовываются отдельно только такие пресс-персоны, как BBC, Sky TV и так далее. То есть меня туда не пускали. Всё, что новое появляется на рынке вот в этом году, я никогда не узнавала, что там в Lego происходит, но какие-то скульптуры выставляли рядом с этим стендом, и я могла их сфотографировать. Так что вот Lego, они всегда впереди, видимо, планеты всей в плане разработки новейших технологий в области игрушек. Поэтому вот так. Абсолютно всех мне приходится спрашивать разрешение, можно ли сфотографировать, потому что некоторые фирмы не хотят, чтобы какой-то их новый продукт, который они ещё, допустим, не выпустили или не презентовали, появился в прессе. Кроме того, там ежегодно ходят различные ростовые куклы. Ну, в основном мультяшки там Hello Kitty, Свинка Пеппе, Покемон, кто там ещё. Если честно, я мультяшек не очень знаю, мультики давно не смотрела. Но вот с такими вот мультяшками очень как бы приятно они твоего роста, с ними пофоткаться, пообщаться. Они в основном просто развлекают публику, там танцуют для тебя, что-то могут, какие-то поцелуйчики там сделать. Ну, в общем, что попросишь, то и сделают. Помимо этого, на каких-то стендах, допустим, где представлена магия или какие-то феи, люди, наряженные в этих феи, там делают какие-то волшебства, какие-нибудь мыльные пузыри пускают. Но кроме детских игрушек, там представлен широкий диапазон и взрослых игрушек. Вертолётики, дроны, какие-то машинки скоростные, поезда, ну, для больших таких дяденек. Тир, арбалеты, пистолеты, в общем, что угодно. Всё это можно испытать, попробовать, порасспрашивать, заключить контракт на продажу, на покупку, на поставки и так далее. В общем, там очень много собирается бизнесменов именно в области игрушек и заключают между собой какие-то контракты. Ежегодно там существует такой огромный стенд, где выставляются новинки, самые лучшие инновационные новинки вот за этот год. И так тоже там очень много даётся информации почитать и узнать что-то новое. Очень рекомендую сходить на эту выставку, если вас интересуют игрушки, поставки игрушек, разработка игрушек и так далее. Ну, или, возможно, вы хотите найти какую-то новую детскую настольную или взрослую игру для своей семьи. Вот, наверное, пока и всё, что я хотела рассказать о выставке игрушек, о ярмарке Toy Fair. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok